здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео у нас начинается новый месяц соответственно мы поговорим о том как закрылся октябрь и многие инструменты принесли довольно таки неплохой рост мы сегодня это обсудим в ходе нашего видео также мы разберем ход сезона отчетов который идет полным ходом и порядка 160 компаний из индекса s&p 500 отчитается также на этой неделе но и безусловно мы поговорим о рынках разберем ключевые инструменты посмотрим какие важные события на ждут на предстоящей неделе и также я расскажу о нескольких идеях с моей стороны да с точки зрения добавления акций в портфель это будет уже в конце видео так как мы видим что индексы находится на локальных максимумах и сейчас пришло время как раз топ пикинга когда важно находить те инструменты которые недооценены рынком но прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если она вам нравится и вопросы конечно оставляйте в комментариях а во-первых хотелось бы начать с того что в рамках текущей а текущего месяца мы в компании запускаем новую компанию это кэшбэк который в рамках которой каждый из тех кто торгует наши ключевые инструменты может получить кэшбэк до 50 процентов будет различная система с 1 по 22 ноября на кэшбэк порядка 15 процентов затем 20-25 ну и максим будет как раз 26 ноября а для того чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на данной странице выбрать два инструмента которые вы чаще всего торгуете оставить заявку именно дали уже автоматически вам возврат спреда будет начисляться ссылочка будет в описании к этому видео ну а начнем мы с закрытия как раз прошлого месяца мы видели сентябрь августа были коррекции по рынку но октябрь и нивелировал фактически ту коррекция которая была и мы вновь увидели индексы нам на локальных максим в том числе сегодня рост уже на том числе продолжается прибавка была и по снб 500 и по долл джонс и по nasdaq то есть целом мы видим что на текущий момент фондовые игроки на фондовом рынке воспринимать ситуацию позитивно но впереди у нас будет заседание фрс который пройдет на этой неделе и один из рисков который все еще сохраняется это более быстрое сворачивание стимулирующих мер qi которая о котором могут сказать и на этой неделе и возможно если этого не произойдет то опять же риторика может поменяться уже в следующих на следующие месяцы а также важно на текущий момент отметить то что в целом сезон отчетов мы чуть дальше более подробно разберем идет позитивно большинство компаний отчитывается лучше ожиданий что опять же может стать новым рекордным сезоном отчетов и в этом месяце поэтому здесь опять же определенный позитив он сохраняется и теперь давайте посмотрим у нас какие акции из ключевых имен отчитываются на предстоящей неделе но в принципе здесь на сайте market business insider есть вот несколько компаний которые в принципе можно сказать компания отчитывается порядка 168 на этой неделе ну вот одни из имен до который будет отчитываться это эмси року discovery алибаба модерна сквера большая хэтэвэй собственно за всеми участники будут следить ну вопрос ну понятно что много еще и других компаний файзер отчитывается том числе но это вот такие ключевые имена которые на которых будут говорить на этой неделе а с точки зрения хода текущего сезона отчетов я как всегда беру данные на сайте факт сет здесь очень емкая информация она есть также в открытом доступе поэтому вы для себя также можете этот отчет найти и более подробно посмотреть собственно здесь данные приведены на конец прошлой недели на 29 ноября собственно сейчас мы видим то что на текущий момент до более 56 процентов компаний уже на отчиталась и 82 процента из них говорят о но сообщают о доходе на акцию выше ожиданий да это здесь тоже на важно ну собственно здесь лидерами остаются real estate ну точнее в становятся да на текущий момент коммуникации health care аутсайдерами это у нас остаются утилитис ну понятно что здесь каких-то сверх до доходов здесь вряд ли можно ожидать вот этого сектора а также здесь что еще важно здесь также хотел сказать по поводу текущего api и решила да в целом по компании из индекса snp 500 который на текущий момент оценен в районе 21 и 1 это forward и 12-месячный что собственно на текущий момент выше чем выше за последний год то есть предыдущие значение было 21 собственно здесь мы видим то что компании до дорожают ну и собственно forward и тоже становится выше да то есть такое среднее по данным 500 компаниям которые торгуются в индексе snp 500 и собственно здесь тоже еще один момент как я уже говорил то есть текущий сезон отчетов тоже может стать рекордным то есть пока все идет неплохо мы говорили о том что как эффект низкая база да то есть отчет за второй квартал ожидалось что будет позитивно вот таким и был ставок на третий квартал было чуть меньше но сейчас фактически мы видим что эта ситуация не оправдалась да и фондовый рынок в том числе растет за счет того что компании отчитываются все еще довольно таки хорошо лучше на там один из лучших сезонов отчетов за последние там 10 даже больше лет собственно теперь давайте посмотрим какие у нас события ожидают на предстоящей неделе во многих европейских странах сегодня выходной да напомню что хэллоуин и во многих странах банковский выходной день а по сша сегодня выйдет индекс менеджеров по закупкам производством сектора от аэсэм а все еще значение находится на позитивном на уровне да в районе 66 прогноз но предыдущие значение было 61.1 здесь мы видим пока небольшое снижение во вторник решение банка австралии по процентной ставки здесь пока ожидание изменений не ожидается ну скорее всего как только сша начнет что-то делать с процентными ставками то это может также отразиться и на всех других странах на в среду выйдет изменить числа занятых несколько хозяйственных секторов от и дп так называем пред нон-фарм пэйрлс также изменение запасов сырой нефти будет пресс-конференция то есть вот как раз вот это событие которое произойдет в среду на него тоже важно обратить внимание да у него очень важный приоритет и от того что скажет паул будет зависеть то как ну фактически у нас служится следующий месяц да будет ли коррекция а мы сейчас находимся на локальных максимумных техническую картину мы разберем чуть позже поэтому к этой конференции нужно подойти крайне крайне внимательно кстати мы постараемся сделать стрим как раз в момент данной конференции поэтому если вы не подписаны на наш youtube канал то обязательно подпишитесь для того чтобы не пропустить данную трансляцию а также в четверг уже будет выступление лагард и также выступление банка англии пройдет ну и пятница у нас завершится пожалуй одним из ключевых событий это изменение числа занятых сельскохозяйственных секторов здесь ожидается как раз снижение на текущий момент по прогнозам предыдущее значение было 194 тысячи прироста здесь ожидается небольшое на уменьшение ну как небольшой то есть порядка 250 новых тысяч рабочих мест минус да здесь тоже это важно понимать особенно если они выйдут а сильно негативными то с одной стороны это может повлиять на то что решение именно фрс а может быть отложено да и скорее всего паул об этом скажет в среду а то что буду ждать данные по рынку труда для того чтобы принимать какие-то решения но на тем не менее важно также фокусе держать и это событие тоже а с точки зрения ключевых инструментов ну по евро в принципе мы увидели довольно таки серьезное снижение до порядка этого процента в пятницу в этом плане доллар а сильно вырос мы не дошли до тех локальных меню которые мы видели в первой половине октября поэтому здесь с точки зрения 1 покупок есть неплохие сигналы да на то что дальше дальнейший рост здесь может сформироваться но по крайней мере коррекционный поэтому здесь скорее всего входить имеет смысл там не сегодня подождать пару дней а пока сформируется здесь локальный меню пока он будет подтвержден и после этого уже заходить уже непосредственно по направлению вверх и соответственно если мы смотрим дневной таймфрейм да то мы видим что у нас тенеция нисходящая поэтому здесь рассчитывать на движение там в область 120 пока скорее всего преждевременно скорее всего это будет отскок до небольшая коррекция но вполне вероятно что до отметки 1 1676 то мы вполне можем по евро отскок увидеть а по паре британский фунт американский доллар здесь также у нас сохраняется тенденция нисходящая здесь мы видели также снижение в пятницу сейчас она продолжается и в целом здесь сигнал на вход были чуть раньше то есть на прошлой неделе их можно было реализовывать то есть например 27 октября было было обновление минимальное значение которое было 26 октября была коррекция мы не ушли выше максимума которые были сформированы как раз 26 октября ну и собственно движение нисходящая продоз то есть рамка технической картины и если мы смотрим дневной таймфрейм да у нас тренд нисходящий поэтому здесь продажи они были в приоритете поэтому здесь пока я не было такого сильного падения как по евро да поэтому здесь вероятно и лучше искать уже непосредственно также продажи но не с текущих уровней а с коррекции которые могут произойти а по паре американский доллар канадский доллар а здесь несколько замедлилась то снижение которое было и фактически половину вторую половину октября пара американский доллар канадский доллар находилась в боковике а сейчас при подходе в области 124-125 при формировании сигнал на продажу опять же может стать неплохим вариантом для входа как раз на понижение потому что пока тренд здесь сохранить нисходящий но здесь тоже нужно быть аккуратным потому что пока мы видим тенденцию на укрепление американского доллара поэтому ситуация здесь может поменяться ну и вот как раз то что мы видим по паре американский доллар японская иена а после пробоя максимум который мы видели в июле до отметка 101 71 пару летел уже на 114 поэтому здесь а тренд нисходящий он сохраняется да здесь были на сигнал на то что пробовать продавать да то есть мы наговорили об этом начале октября но после ухода выше максимум которые были как раз а в сентябре сформированы здесь остаются также приоритете покупки собственно сейчас да мы опять же торгуемся по локальным максимумом да мы видим что пара для перекуплена и здесь с одной стороны можно ожидать сюда небольшие коррекции но здесь не самая очевидная сделка на текущий момент поэтому здесь я буду за этой парой и наблюдать австралиец тоже что мы говорили в начале октября был довольно-таки неплохой уровень для покупок по данному инструменту мы дошли до целевого уровня и даже немного вы переписали это были максимум сентября на собственно сейчас в рамках часового таймфрейма у нас есть небольшое коррекционное движение которое мы сейчас видим на рынке сегодня пара закрепилась ниже а минимум которые были сформированы в пятницу но опять же здесь более такой техническая коррекция здесь может произойти поэтому если говорить а если вы рассматривать для себя покупки то сейчас как раз началась коррекция завершение которое может стать как раз неплохим неплохой . для входа по данной ситуации по новозеландской ситуации тоже похоже а мы тоже переписали максим которые были в сентябре на рост практически с начала до октября у нас здесь произошел поэтому здесь ну ожидать техническую коррекцию а также вполне разумно и покупать уже после того как эта коррекция произойдет пример от уровня там 70 90 или 70 ровно если коррекция продлится еще чуть ниже золото золото также пока остается привлекательным для покупок мы здесь не видели мы конечно мы видели с точки зрения октября рост но сейчас мы опустились к области поддержки на 1784 и опять же рост до инфляционный рост он может как раз для золота быть ну золото может выйти отсюда банилифессаром данного роста инфляционных опасений поэтому с точки зрения или покупок да именно по золоту да по их ситуации сейчас принципе уровне довольно таки неплохие или в том числе как я для себя по крайней тоже буду рассматривать это покупка акций именно золотодобывающих компаний по индексам индекс дакса не обновил пока локальный максимум но месяц начинается довольно таки активно а сегодня мы уже обновили максимальные значения которые были сформированы на прошлой неделе и меня буквально несколько процентов остается до обновления тех максимум которые мы увидели в августе собственно дакс таким отложенным эффектом повторяет ту ситуацию которая происходит нам на ключевых индексов да как на индексе s&p 500 поэтому здесь пока до ожидаем также обновление локальных максимумов если никакой новой информации не последует если поясом 500 не уйдет не уйдет не начнется собственно коррекция с точки зрения а нефти да по s&p 500 да как я уже говорил то есть на 500 тоже сегодня торгуется уже по а локальный максимум пятница закрылась позитивно и сегодня собственно сама эстафета она также на принимается поэтому здесь если говорить о входе по данному индексу опять же ждать коррекции да как бы это не звучало но такая такой подход работает уже год да по крайней мере мы видим небольшую коррекцию да затем рынок восстановится пока это правило но сохраняется а вот по нефти марки бренд мы на прошлой неделе до видели отскок от области 86 мы скорректировались до практически 82 и сейчас да особенно это хорошо видно на часовом таймфрейме мы вновь покупатель начинают обращать внимание ну собственно нефть особенно мы видели довольно-таки серьезно понятие по газу и сейчас вот это падение но старается быть выкуплено а собственно если мы сегодня сможем закрепиться выше отметки 85 то перехай максимум который мы видели на прошлой неделе возможно движение на 87 88 у нас также остается актуально а долл джонс как и мы тоже уже говорили вначале на посмотрим техническую картину обновляет локальный максимум да здесь все движется в рамках восходящего тренда и конечно могут появиться коррекции но собственно таки коррекциями смысл рассматривать как для возможность зайти по более хорошей цене ну и то же самое по индексу nasdaq а что я еще хотел сказать в рамках данного видео я для себя также рассматриваю несколько бумаг которые есть фокусе моего внимания для добавления в этом месяце и вот несколько слов об этих бумагах фейсбук да много вопросов да да и сейчас идет ребрендинг да мы и обсуждали и смену в руководящем составе с одной стороны также есть война с apple за меня персональные данные да фейсбук зарабатывает много от рекламы и собственно если apple запретит ну точнее принудительно будет запрещать и лоббировать как раз отказ от предоставления персональных данных своим пользователям то конечно выручка фейсбук это сказаться может очень сильно но пока все еще на фейсбук остается довольно таки привлекательным локальный максимум в районе 384 опустились мы до 323 то есть принципе неплохая коррекция сейчас происходит в отличие от опять же того чтобы плановый индекс находится на локальных максимумах ну компании по прежнему нет долгов до форвард и 22 чуть выше чем средний по s&p 500 но для фейсбук это мне скажем так позволительная рост выручки также сохраняется и сезон отчетов у нас уже прошел до 25 числа 25 октября фейсбук уже отчитался да вот еще один одна компания qualcomm а также ситуация вокруг чипов продолжается у меня есть портфеля и intel и tsmc они пока не показывают какой-то сильный рост поэтому здесь еще вот одна бумага которую я бы тоже для себя рассмотрел как возможный актив до добавить до для добавления в свой портфель для того чтобы немного диверсифицировать ситуацию вокруг вот производители чипов а apor и 14 компания платит дивиденды скорректировались локальный максимум в районе 168 сейчас торгуемся по 133 тоже неплохой дисконт а да по продажам здесь не все гладко нет какого-то растущего тренда но тем не менее как одна из бумаг дать для диверсификации и имеет смысл ну я по крайней мере себя рассматриваю да у компании есть долги хороший профит маржин практически 30 процентов и отчеты будут 3 3 ноября до данные по отчетам еще одна компания модерна по модерне конечно здесь были неплохие уровни в районе 290 сейчас мы торгуемся по 345 но локальный макс был в районе я 500 опять же здесь форвард пи у нас 13 компания читается 4 ноября я перед открытием рынка нет долгов профит маржин 50 процентов поэтому здесь вот эта бумага ну по крайней мере одну бумагу я очень предполагаю что я свой портфель это добавлю чем будет тем более ситуация с коронавирусом продолжается и а здесь эта компания также может быть определенным бенефициаром посмотрите на рост продаж 2020 году ну и в принципе рост котировок который был там с 60 до 500 практически в 10 раз конечно уже многие эти вещи заложены в цене но опять же тот дисконт который был так коррекция которая была она были довольно неплохой если будет коррекция то может быть также еще чуть ниже подобрать файзер вот еще одна как раз бумага которая тоже добавлялся в портфеле заходил там в районе 26 может быть даже чуть выше давно но по локальным минимум которые были да я же заходил в этом году где-то в районе 33 я заходил в эту бумагу я также продолжаю держать но опять же локальный максимум в районе 51 до 43 мы скорректировались for и 11 профит маржин 23 по долгам тоже все хорошо тоже платит дивиденды поэтому здесь я думаю еще несколько бумаг добавить свой портфель уже в текущую в текущую бумагу то же самое с золотом вот как раз та идея которую я рассказывал именно по на золото на акции компании бери голод у меня тоже уже есть мой портфель они сейчас много проседают и в принципе по 18 долларов и опять же есть возможность усредниться да сейчас эти бумаги небольшой просадки но опять же добрать их свой портфель здесь выглядит довольно таки интересно с потенциалом по крайней переха это роста до 30 долларов то есть принципе обстоит тоже довольно неплохой тоже платят дивиденды а профит маржин уже чуть меньше там те исходя из тех компаний которые мы только что рассматривали добра и но в районе 20 это тоже очень хорошо поэтому здесь вот еще одна бумага который я планирую рассмотреть ну и уже там следующих видео расскажу о том какие за эти бумаги в свой портфель добавил собственно неделя также обещают быть интересной ждем заседания фрс что скажет паула да какая какие действия они будут предпринимать и собственно это на рынок тоже отразится тем более мы сейчас находимся на локальных максимум поэтому поиск отдельных идей до отдельных хороших бумаг он сейчас выходит на первое место и скорее всего такой подход течение ноября будет применим ну по крайней мере с моей стороны ну а я всем желаю хорошего хорошей недели не забывайте ставить стоп лоссы до вашей торговли не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится вопрос оставляйте в комментариях но мы с вами увидимся на следующей неделе и посмотрим как у нас продолжает ситуация на рынке с вами был всяков роман компания адмирал всем спасибо и до свидания